приветствую всех на этом месте слава иисусу христу сегодня замечательный день и сегодня я буду проповедовать аллилуйя библия говорит что за счет проповеди человек спасается можно сказать проповедь это тот инструмент который избрал бог чтобы увещевать человека в вере чтобы у человека было вера потому что на небо идут только по вере аминь все что не по вере грех и бог используют проповедь я люблю вообще слова проповедь для меня это такое скажем очень важное слово проповедь скажи со мной проповедь проповедь знаете и на всю жизнь возлюбите проповедь слушайте проповеди это должно быть одни одним из самых любимых слов ты слушаешь проповеди аллилуйя аминь и я что хочу сказать я хочу сказать что сегодня буду очень интересную тему считаю проповедовать я буду говорить о свободе свобода быть свободным хорошо скажи сосед быть свободным хорошо вы знаете в моей жизни в старой старой в той жизни я иногда вспоминаю какие-то примеры в той старой жизни и у меня несколько раз закрывали я не знаю как говорят такой грубый обезьянник да и вы знаете доча звонит меня закрывали в такую маленькую комнату там было знаете самое ужасное там было жарко душно и я себя чувствовал очень плохо там я не знаю какая там атмосфера но вот как-то знаешь ну просто плохо и когда ты туда попадаешь ты сидишь и знаете что сразу хочется сильно ничего не хочется просто выйти хочется все ну так получилось что я был так ну и слава богу меня там в течение суток отпускали но вы знаете честно вот в тот момент когда ты попадаешь туда ты осознаешь цену свободы и самое счастливое сейчас самый счастливый момент это когда тебя выпускают это просто счастье тебя ну как бы тебя у тебя отобрали свободу и тебя выпускают это это такое счастье вот то что сделал бог с народом израиле знаете что они были рабами они не просто жили египте они были рабами что такое раб это ты встал сел хочу бью хочу но ты никто ты никто понимаете и ими владели и то же самое происходит происходит в жизни людей то же самое происходит в моей жизни я был рабами греха грехами которые которые владели мною овладевали овладели в какой-то момент моей жизни мной овладели грехи и я не мог ничего с этим сделать потом знаете я пытался избавиться от грехов но я реально не мог и вы знаете в чем чудо в чем благословение евангелия в том что господь избавил нас избавил народ израиля от грехов избавил тебя аллилуйя избавил меня самое великое чудо если кто-то мне говорит ну скажи бог есть нету я говорю бог со мной сотворил чудо я перестал грешить аллилуйя я перестал сквернословить а я сквернословил почти всегда мне было так легче разговаривать но в один момент в одну секунду дух божий вошел меня и демоны которые были в моих мозгах которые матерились через меня они да выскочили я перестал материться одно из чудес мои друзья сказали олег что с тобой ты никогда не отказывался от каких-то там моментов таких увеселительных таких знаете когда на тело твое действует и вдруг я оказываюсь это называется свобода это называется свобода который господь нам дает аллилуйя давайте давайте рассмотрим местописание которые я буду говорить и ангеле от иоанна 8 глава пути со мной в англии пиана откройте но не сначала я зачитаю из 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 других источников галатом 513 сделать и закладку и она ну и сюда сейчас вернемся но мы перейдем сейчас галатом 513 знаете что говорит апостол великий апостол павел людям к свободе призванные вы скажи со мной все такие слова к свободе призван я аминь вы знаете к свободе призвание то есть наше призвание призвание людей быть свободными аллилуйя мне нравится что сейчас происходит в белоруссии знаете что я не знаю что это выйдет но они стремятся к свободе они стремятся к свободе они вышли они сказали нет мы хотим свободы они вышли не с копьями не с ружьями они вышли с цветами идут и просто в духовный мир они знаете они говорят а в духовном мире это все происходит это начинает происходить все равно есть такое понятие как сила слова и они кому-то говорят ведь аллилуйя и говорят свободу прийти мы хотим вот так же и знаете народ люди призваны быть свободы об этом и слово божие свободы при свободе призваны вы братья и сестры только бы свобода ваша не было поводом к угрожению плоти но любовью служите друг другу здесь две вещи апостол павел говорит он говорит самое главное не расслабляйтесь типа я встречал таких христиан но к свободе же мы призваны что хочу то и делу там можно грешить но я же свободен ты нет нельзя решить но ты свободен знаете мне нравится одна песня можно говорить делать все кроме греха они мы поем делай все вот знаете когда люди говорят а что за церковь у вас что вам можно что нельзя я сразу говорю можно все можно на голове ходить вот так знаешь откровенно у нас можно все женщина можно краситься я даже могу прическу панк сделать вину я не буду это делать но я это не грех какой-нибудь но мой сын сказал папа у меня такая красивая прическа была можно на лысо подстричься я подумал знаете как я думаю я сразу думаю грех или не грех я говорю но это не грех стригись хочешь можешь подстричься может не стричься я говорю в этих вещах в принципе может не спрашивать если какие-то моменты связаны с моралью с грехом конечно я здесь буду поправлять но все все могу в укрепляющий меня иисусе христе это понимание свободы должно внутри нас быть знаете где-то господин там говорит библия сейчас я вместо писания еще скажу 2 коринфянам 317 написано вот я люблю это место писание где есть дух а где дух господин там свобода где-то у господин там свобода знаете мы сейчас собрались во имя иисуса христа иисус горит где двое или трое соберутся там и я буду между ними и духа святого я приглашаю на это место зачем чтобы освободить нас вы заметили и всякий раз я замечаю после собрания я чувствую себя лучше вы со мной сегодня после собрания я чувствую себя лучше почему потому что где дух господин там свобода ты приходишь на собрание угнетенный смущенный у тебя нет понимания каких-то вещей ты загружен но собрание проповедь прославление она делает тебя свободным вы со мной сегодня это по сути место свободы это уйти не идти в церковь бежать надо церковь потому что церковь это место где духовные цепи рушатся где дьявол постепенно в течение недели человека хочет загрузить обмануть вы знаете что делать дьявол какая его стратегия стратегии дьявола обмануть так написано он он адама и его что сделал он обманул их что делает сейчас дьявол с этим миром он их обманывает вы знаете и все вот этот обман в разуме человека он живет в разуме человек думает что не надо может быть церковь ходить сейчас немногие в церкви сейчас вообще дома сидят и чай пьют я не знаю чем они занимаются но понятие церкви но послушай меня по заповеди божий по заповеди божий почитает день божий почитай седьмой день человек должен быть церкви если он не этого не делает он он обкрадывает дьявола чем словом словом божьим словом божьим который кормит дух человека а дух человека вечный иисус говорит марфе вы помните марфа и мария и иисус говорит марфе марфа ты заботишься о многом одно только нужно мария избрала благую часть которая у нее не отнимется вы знаете что когда ты приходишь воскресенье на пробовать и то что ты слова божьих получаешь свой дух это у тебя никогда не отнимется ни в этой жизни не в той жизни потому насколько это важно понимать что это слово божье не отнимется проповедь да на уровне мозга может быть ты не все будешь помнить и ты не помнишь проповеди которые читались там месяц назад три месяца назад год назад но твой дух запомнит на скрижалях твоего сердца твой дух запоминает разум может помнить частично но твой дух духом нужно проповеди слушать а не только разумом открой свое сердце чтобы дух святой прям он говорил в твое сердце не только в твой разум и так библия говорит что к свободе мы призвали ибо где дух господи там свобода где свобода давайте так где свободу искать давайте опозначим где можно найти свободу как стать свободным я например в церковь цепи получил свободу я сразу получил моя супруга рассказываю как ты получила свободу английский я даже тоже помолилась ну вот так пришла в церковь тоже помолилась но я я ее свободу ощутила как-то со временем она ко мне пришла у меня не было так резкого такого вот я заметил с кем-то это резко происходит а с кем-то это постепенно происходит и поэтому важно когда человек ходит в церковь и в какой-то момент как говорится господь он может достучаться до него но вот со мной не было такого как знаете как салюта ба 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 все резко нет и нормально это нормально больше действия когда постепенно дух божий работает с человеком и постепенно начинает ну скажем бог начинает иметь контакт человеком человек получать прощение начинает получить откровение понимание ну она как вы знаете незаметным образом приходит человеку он а приходит если человек искренне хочет познакомиться с богом если человек искренне хочет любить бога со мной сегодня друзья Искренне любить Бога. Мы сюда собрались, чтобы любить Бога. И где Дух Господень, там свобода. Где Дух Господень? Библия говорит в Слове. Слово, которое написал Дух Господень через апостолов и пророков. Давайте теперь вот это местописание Иоанна, 8 главу, почитаем. Здесь замечательная история о Иисусе. Итак, 26 стих. Давайте с 26, давайте с 27 лучше. Итак, Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от себя. Но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. «Пославший Меня со Мной, Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». То есть, выше, если мы будем читать, просто Иисус проповедует. Он говорит пророчески. Он проповедует. И его проповедь, она качественная, и его проповедь, она эффективна. То, что произошла одна вещь. Смотрите, написано 30 стих. Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Ты должен запомнить вот этот короткий стих. Когда это Он говорил, многие поверили в Него. То есть, по сути, вера пришла. Как бы хорошо, да? Но смотрите, вот давайте увидим картину. Иисус проповедует. И когда Он проповедовал, не просто несколько человек, многие уверовали. Вот люди уже все, получили веру. Дальше читаем. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим». Кому? К тем, которые уверовали. Не к тем, кто не верили. Там не написано, что все уверовали. Но Иисус обращается к тем людям, которые уверовали. Ты уверовал? У меня к тебе сегодня вопрос. Ты уверовал? Вот смотри, Иисус дальше продолжает и говорит очень важные слова. «Когда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». То есть, после уверования нужно сделать одну истину. Пребывать в Слове Божьем. Знаете, сейчас, как люди пребывают в Фейсбуке, кто-то в телевизоре пребывает, кто-то молодежь пребывает в играх сейчас, игры, а у них просыпаются и сейчас «А-а-а, быстрее, быстрее!» «Майкрафт!» Кто-то пребывает в музыке, он проснулся, «Музыка, музыка, 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 музыка!» «Ну, она же божественная!» «Нет, ну, музыка божественная!» «Ну, это не Бог, это просто музыка!» «Не путай!» Даже если они о Боге поют. Кто-то пребывает в разных... Ну, сейчас можно много перечислять, кто в чем пребывает. Но послушайте, что сказал Иисус к уверовавшим? Он сказал, нужно пребывать в Слове Божьем. Только Слово Божье – это приоритет номер один на всю жизнь. Аллилуйя! Спасибо за громкость. И дальше Иисус говорит, «И познайте истину!» Истина сделает... Сделает... То есть, процесс это. Это не мгновенно. Это процесс. Она сделает вас свободными. Вы знаете, люди... Ну, как бы... Я не знаю. Я себя вспоминаю. У меня было много проблем. Начиная с грехов, скончая какими-то болезнями. Спина у меня болела. Я был несвободен. То, что... Ты знаешь, когда что-то болит, ты тоже несвободный. Я ехал всегда в маршрутке, где-то в автобусе, и моя спина болела. И болела, 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 болела. Много лет болела. И я... Прямо для меня... Это была проблема сидеть в транспорте. Но в один момент, на одном служении, я сказал, «Иисус, исцеляй меня!» Потому что уже саксофон не могу в руках держать. И Дух Божий повеял на меня. Я подчутал физически. Два раза Дух Божий дунул на меня. И я вспомнил местописание из пророка Исаия. Там написано, «Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его, и дьявол убежал, Дух Господень дунул на меня». И моя спина перестала болеть. Она болела у меня 12 лет. Всегда я чувствовал неприятность в спине. Где Дух Господень, там свободно. Иисус говорит, «Если будете познавать истину, если пребудете в Слове Моем, первое, вы станете моими учениками». Это великая позиция в Боге, если ты начнешь учиться. Многие, я хочу учиться в институте, я хочу в университете, я хочу этому учиться. Послушай, стань учеником Слова Божия. Стань учеником Слова Божия. Это приоритет номер один. Я знаю много людей, которые 5 образований, но они несчастны. Знаете, есть бомжи, знаете бомжи, и у меня есть человек, который, ну, с ними работает в Алма-Ате. И я с ней разговаривал, это Ира, ее зовут, она бомжей, по 100 человек собирает. И говорит, «Знаете, что интересно?» Люди бомжи имеют образование высшее. Высшее образование институты заканчивают, а сейчас они по помойкам ходят, вот мы им кормим. Потому что люди думают, что ладно, зачем мне Бог, зачем мне Слово Божие. Да ладно, тут лишь бы образование, я буду умным, и у меня все получится. Не получится, потому что дьявол поработитель. И дьявол все равно, сколько у тебя образований. Ему все равно, он входит в дом, и он не спрашивает, он не стучится в дверь, он может проходить сквозь двери. Потому что он дух. Нечистые духи, это бесы, для них не важно, скены, они могут проходить сквозь вот эти вещи. И влиять на жизнь людей. И им все равно, насколько люди грамотные или неграмотные. Поэтому многие люди сейчас скончают жизнь самоубийством, у них миллион образований, у них куча денег, у них есть недвижимость моя, но они почему-то вешаются, стреляются. Почему? Потому что дьявол пришел украсть, убить и погубить. Но кто будет научен Слово Божьим, кто сможет пребывать в Слове Божьем, он будет знать истину, и эта истина всегда будет содержать его в свободе. Аллилуйя. В свободе от смерти, от депрессии, от потери мира, от потери счастья. Дьявол приходит украсть у человека счастье. Ведь понимаешь, много, много можно иметь. Я вам рассказывал, сейчас еще поделюсь. Когда мы первый раз, я первый раз в жизни приехал в Германию, мы поселились рядом, в Голландии, потому что там до границы два километра, нас поселили в отель, в Голландии, в Атин, такой, знаете, как у нас, поселок городского типа. Ну, такой, как бы не город, но вот такой, знаете. Вы знаете, в Голландии нет заборов. Там нет понятия забор поставить. Это у нас заборы стоят вокруг домов. Такие, знаете, забор прям такой под три метра, знаете. Там нет заборов. И там вместо заборов садят цветы, такие экзотические, и такие деревья разные, там травку высаживают. Там просто, ну, как бы, и знаете, когда мы, мы как обезьяны, я не знаю, я чувствовал себя, знаете, как оборегиром, мы взяли камеру, помню, и вот у нас экскурсия была по поселку, по голландскому. Я шел, и вот, знаете, вот эти свои дома, а дом на дом не похожи, они все разные, они все разные, даже дома там разные строят. Здесь у нас, как бы пошел, одна вот коробки стоят, а там все разные дома. Вот мы шли, я помню, и вот так смотрим. И знаете, у меня получилось заглянуть, знаете, как первое, у меня мысль, что там живут счастливые люди. Вот счастливые люди, потому что вот живут уже, в Голландии живут, все, дом у них, телевизор вижу, в окне работает. Но знаете, на что я обратил внимание, я все-таки заглянул в одну, мне интересно было, кто там живет, в таких красивых домах. Когда я заглянул, в окошко, там сидела женщина, смотрела телевизор. Вот так, смотрит телевизор. Но когда я посмотрел в ее глаза, знаете, она была в депрессии. Я не мог ошибиться. Но она такая, вот просто, ну вот никакая. Я только удивился, потому что мне казалось, что там такой селит счастливый Голландец. А там она такая, вот знаешь, вот когда ничего в жизни не надо. Вот такой образ. Даже можно иметь, многие думают, вот я буду счастливым, когда я буду иметь это. и вот тогда придет ко мне счастье. Вы со мной сходите? Это бред. Почему? Потому что, послушайте, апостолы были самые свободные. Но они не были богатые. Павел говорит, я несколько раз был в абсолютной схудости. А потом я и был в изобилии. Но я разницы не чувствую. Для меня, говорит Иисус, моя цель Иисус. Моя цель не что-то иметь. Моя цель Иисус, самая главная цель, мое слово Божие. Иисус, моя цель. И быть свободным. Деньги это такое, а не ты богатый сегодня, завтра. Вот знаете, это может скакать, но самое главное быть свободным. Потому что не важно, понимаете, но не делает, сколько раз, например, я ставил себе цель. Вот приобрету себе саксофон самый лучший и стану я счастливым. Вот сейчас у меня лучший саксофон. Я бы не сказал, что прям от него я самый счастливый. Вот куплю я себе айфон там самый навороченный. Нормально у меня айфон. и что? Вот возьму я вот, вот, ну как бы, вот знаете, вот у тебя вот такие ожидания. Ну послушай, все, что тебе нужно, это свобода. Заметь, что у маленьких детей, которые вот два, три, четыре года, у них ничего нету. У них по сути ничего нету. Они ходят, вот утром проснулись, они такие ээээ, у них, как бы, у них по сути их ничего нету. У них нет даже кошелька. Вы со мной сегодня? Ну а почему дети, которые не имеют кошелька, счастливее, чем ты? Почему? О, нет у меня нету денег, нету денег. Но посмотри, почему Иисус говорит, если не умирите, не станете, как дети. В каком плане станете, как дети? Самое то, что, с чего по сути начал Иисус Христос, Он начал учение с того, что станьте похожи на детей. Не заботьтесь. Дети не озаботятся. Не озабочены. Не озабочены. Они знают, что надо как-то что-то делать. И вот они, особенно дети, не думая там о завтрашнем дне, они о сегодняшнем дне часто думают. Поэтому Иисус говорит, думайте только на сегодняшний. Знаете, с нами еще не произошла проблема, мы порой, но мы на пятилетку вперед волнуемся уже, переживаем. Сами себе вредим. Люди, знаете, не свободны. Порой людям говоришь, иди проповедуй, иди проповедуй. Ты сколько лет верующий уже? Ну мне не знаю. Иди проповедуй. Я боюсь. Что это такое? Это не свобода. Это не свобода. Это вот здесь формула не так работает. Неправильный, ну компьютер неправильно работает. Просто иди проповедуй, что тебе говорят. Мне нравится мой пастор Максим. Я помню много вещей, когда я приходил к Максиму. Знаете, он так просто, но он говорил какие-то вещи. Когда приехал, знаете, в советские времена, приехал к нам с Швеции фотограф. И мы первые, ну в 94-м году мы первый раз увидели цифровой фотоаппарат. Знаете, вот такие цифровые, цифровой фотоаппарат был. Вы знаете, мы первый раз увидели, и там у нас был фотограф, когда еще, а он с пленкой еще работал. Знаете, помните, пленочные фотоаппараты. А то швед приехал с цифровым фотоаппаратом. И помню, один вот этот брат, он к пастору похожий, говорит, о-о-о, цифровой фотоаппарат. Это он, вот бы как бы, вот может быть и, и помню пастор, говорит, спокойно. Говорит, да, ну что, ну иди попроси у него. Пускай подарит, скажет, слушай, мы тут в Союзе живем, еще не, не этот, ну как бы, не имеем возможности такой вот. Иди попроси, говорит, и он говорит, в смысле, Максим? Иди спроси, мы не могли бы подарить, я церковный фотограф, может быть, вы нам подарите, богословите нас. Он пошел, попросил ее, и он говорит, ну хорошо, будь богословен, да, тебе, брат, фотоаппарат. Вот знаете, вот эта свобода, а как, вот эти, вот эти сплетения в мозгах, мы усложнители. Вот по сути, мы все усложняем, мы думаем о себе, что, а что люди подумают, это вообще, это наша тема, что люди подумают. Это вообще, ну, знаете, как, что люди, а я оденусь, если так, что люди подумают? Что люди подумают? Вы знаете, я за приятную, ну, как, за приятную одежду, да, но я заметил, честно, я некос стал в этом свободным. Я могу позволить себе там умыться, будто раз, все попало, одеть, пойти в магазин, и меня вообще не парит, кто о чем, а что обо мне думает. И это, честно говоря, у проповедников особенно ломается. Почему? Потому что, например, я проводил служение там на 500 человек, на 1000 человек я проповедую. И когда ты стоишь перед тысячами людьми, поверь, что-то кто-то думает о тебе. И это, ну, кто-то плохое, хорошее. И постепенно тебе, ты понимаешь, что, друзья мои, что бы кто ни думал, все это ерунда. Пускай думают хоть что, самое главное, ты будь свободным. Аллилуйя. Библия говорит, к свободе призвал нас Господь. Аминь. К свободе, но здесь еще раз там есть продолжение, я хочу повторить, но чтобы свобода не была поводом для распутства. То есть, я хочу ходить на собрания, я хочу не ходить, я же свободен. Нет, ты должен ходить. Аллилуйя. Понимаете, к свободе призвал нас Господь. Не, не, нет. Это, это неправильно. Заповеди Божьи никто не отменял. Библия говорит, кто исполняет Божьи заповеди, тот любит Господа. Как узнать, любишь ли ты Бога? Человек, который любит Бога, исполняет Божьи заповеди. Итак, продолжим дальше историю. Иисус говорит, и познайте истину, и истина сделает вас свободными. 33 стих. Ему отвечали, мы семя Абрамова, и не были рабами никому никогда. Да. Знаете, живя в Украине, я хочу так сказать, как все на улице отвечают. Мы православные. То есть, еще отцы наших отцов, наших дедов. Иисус, мы, а эти ребята так, мы уж семя Абрамова, то есть, тоже вера-то исключена. Вот такая религиозная они были. Ему отвечали, мы семя Абрамова, и не были рабами никому никогда. Так, как же ты говоришь, сделаемся свободными? Иисус отвечал им, и истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех, раб греха. Иисус просто объясняет, в чем состоит рабство. Рабство состоится в том, что если человек грешит, он является рабом греха. Заметьте, он разговаривает с людьми, которым Иисус проповедовал, которые уже уверовали, но Иисус обращает их взор на грех. Знаете, когда я проповедую людям Евангелие, знаете, очень немножко сложно здесь, в Украине проповедуют Евангелие, потому что все верующие, крестик у них, и они такие себя, ого! Если он еще там в церковь сходил, поставил свечечку, то вообще круто. Но понимаете, я на что обращаюсь сразу вниманием? Я говорю, слушай, грехи. Я говорю, а ты грешишь? И люди так сразу говорят, ну кто сейчас не грешит? Это типа все грешат. Я говорю, нет! Я говорю, не грешу. Я святой. Я святой. Я живу чистой жизнью. Если я где-то согрешаю, я быстро каюсь. Это знаете, где-то если я там попилку раз, зацепил, я смотрю, ой, проблема. Я не иду три квартала с этим пятном. Я сразу обтряхиваюсь. Так же Дух Божий нас предупреждает. Говорит, ты согрешил, быстро кайся. И я сразу каюсь. Я говорю, я живу святой жизнью. И смотрите, Иисус говорит, вы рабы греха. 35 стих. Но раб не пребывает в доме вечно. Сын пребывает вечно. Кто такой раб? Знаете, если кто-то, ну, представляете, есть хозяин дома, да? И он завел раба. Кто такой раб для хозяина? Раб, ну, он временно. Он просто находится в доме, но не будет ему ни наследства. Да? Вы со мной сегодня или вы где? Рабу не будет наследства. Он может в доме находиться. Он может что-то делать. Он может какое-то, ну, движение создавать. Но я хочу сказать, что раб, он временно в доме. Это временное явление. Поэтому нужно стать сыном. Нужно стать сыном. Или дочерью Божьей. Нужно войти в статус сына или дочери Божьей. И дальше Иисус говорит, но раб не пребывает в доме вечно. Сын пребывает вечно. 36 стих. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Какие слова замечательные. Как проницательные. Что говорит Христос? Смотрите, вот вы увидите, еще раз говорю, вы увидите эти картины. Иисус проповедовал раз. Они уверовали два. Иисус обращается. Иисус говорит о свободе три. Иисус говорит, что освободитесь от греха четыре. Они говорят, типа, все с нами нормально. И Иисус говорит, у вас в сердце есть проблема. Знаете, когда есть в сердце проблема, в чем заключается проблема? У них были мотивы убить Христа. Идея внутренняя. Поступить так. Вот эти так грешники. Они грешить хотят? Когда человек хочет грешить, он, Слово Божие, оно не умещается в него. То есть, как бы, Слово Божие, поэтому многие люди, грешники не любят читать Библию. Знаете, почему? Потому что, когда читают Библию, оно, как бы, неприятно делает его стилю жизни. Оно обличает его стиль жизни. Вы со мной сегодня? Оно идет против внутренности человека. Потому что в тот момент люди хотели убить Христа. Но им могут быть не только... Давайте поговорим не только об убийстве. Например, прелюбодеи. Я встречал людей, которые блудники, прелюбодеют. Я им говорю Слово Божие. И он не хочет приходить к Слову Божию. Потому что он говорит, ну, слушай. И он, бывает, люди прямо откровенны. Говорят, в смысле, я приду в вашу церковь, и буду Слово Божие изучать, и мне придется перестать грешить, перестать ходить налево? Я не хочу это делать. Или мне придется вот этот порог оставлять. Я не хочу. Поэтому Слово Божие не вмещается в людей. Они не хотят Слова Божие. Потому что оно приносит им... Оно обличает, разрушает их грех. Со мной сегодня? Аминь. И читаем дальше. Еще раз прочитаю. Знаю, что мы семья Аврамова. Итак, однако ищите убить меня. Потому что Слово Божие не вмещается в вас. Дальше. Я говорю то, что видел у Отца моего, а вы делаете то, что видели у Отца вашего. Здесь мы пару слов остановимся на том, что ты видишь. Какой... Как наблюдаешь ты? Зачем Отцом ты наблюдаешь? Если ты смотришь мир двумя глазами, мирское... Сейчас, знаете, меня удивляет. Я говорю сейчас о христианах, которые знают какие-то... Вот новые хиты выходят. Они прям все наблюдают, знают... Спрощатся что-то про христиан, они не особо разгораются. Но они вот все, что в мире, мирское, греховное, они все почему-то знают. Потому что, ну, меня удивляет это. Почему? Они наблюдают, что у дьявола. Они, по сути, наблюдают, что у Отца. Какие похотливые грешки дьявол использует людей как свое оружие в том, чтобы люди грешили. И они наблюдают, написано, смотрят, что у Отца. А Иисус говорит, а я смотрю, что у моего Отца. И я хочу вам сегодня сказать, себе сказать, давайте наблюдать, что наш Отец делает на земле. Что Бог хочет сделать в нашей жизни, в твоей жизни, в жизни твоих соседей, друзей. Как Бог смотрит на ситуацию. Давайте это будем наблюдать. Дальше, 39 стих. Сказали ему в ответ, Отец наш Авраам. Смотрите, они остались с тем же грехом внутри. Они все равно хотели его убить. Из-за зависти, из-за каких-то внутренних таких моментов. И написано, они все равно упорно говорят, нет, Отец Авраам. Кто-то говорит, нет, я все равно православный. Я говорю, грешить перестань. Они говорят, нет, я православный. Как будто я говорю сейчас о динаминации. Иисус сказал им, если бы вы были дети Авраама, то и дело Авраама делали бы. Я так же православным говорю, православный, молодец. Тогда правильно славь Бога. Славь Бога, ты же православный. Почему ты грешишь? Ты же православный. Я не против православных, не подумай ни в коем случае. Я люблю православных. Но православно, даже в этом слове, правильно славить Бога. Словами и делами. Чего же материшься ты? Ты же бесславишь Бога, какой ты православный. Так будь православным. Если ты называешь себя православным, это велика честь быть православным, славить Бога, ходить в храм, молиться. Вы со мной сегодня? Аллилуйя! И сказали ему в ответ, Отец наш Авраам, Иисус сказал, если бы вы были детьми Авраама, то дела Авраама делали бы, если ты православный, делай дела Божьи, чистые, правильные дела. Дальше. 40 стих. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы со мной сегодня? Вы делаете дела отца вашего. На это сказали ему, мы не от любодения рождены. Одного отца им, Бога. Вот эти, знаете, крылатые фразы. Мы в Бога веруем. Мы в Бога. Вы знаете, он ему, он, смотрите, опять Иисус, смотрите, на что делает Иисус. Опять Иисус говорит, вы убить меня хотите, вы убить меня хотите. Ваши дела грешники. Вы хотите грешить. Вы хотите, продолжаете упорствовать себя. А они, мы дети Авраама. А потом уже все, это не сработало. Они говорят, мы дети Бога. Такая, знаете, на мыльный пузырь. Надувательство такое. 42 стих. Иисус сказал им, если бы Бог был отцом вашим, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел, и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Поймите, что Бог и Иисус, это три единства. Это все вместе. Люди, когда любят Бога, они само собой будут любить Иисуса Христа. Потому что во имя Отца и Сына Святого Духа, это все вместе. 43 стих. Почему вы не понимаете речи Мои, потому что не можете слышать слова Мои? У них даже компьютер мозговой неправильно работает. Знаете, у людей порой, я часто проповедую людям, у них даже, они не могут понять тебя, не понимают, о чем ты говоришь. Они вот, сложно для них это. Иисус, знаете, Иисус очень радикальным был. В каких-то моментах Он был радикальным. Особенно, когда Иисус видел неправильные мотивы. Знаете, одной женщине, которая была взята в предлубодьянии, Иисус ее не осудил. Не осудил. И сказал, я не осуждаю тебя, иди впредь, не греши. Но, почему? Потому что Иисус смотрел в сердце человека. Иисус научился смотреть в сердце человека. Братья и сестры, если ты хочешь стать духовным, если ты хочешь стать служителем Божьим, ты должен научиться смотреть в сердце человека. Потому что, я заметил по себе, я могу на одного человека, одного человека простить, а против другого иметь против него. И некоторые мои близкие иногда говорят, а почему ты так жесткий к этому человеку? Я говорю, я чувствую, что нужно быть жестким. Потому что, я чувствую неправильные мотивы, я иду против этих мотивов. Когда человек что-то против имеет, я должен атаковать его. Но Иисус так не делал. Не делал? Серьезно? Давайте почитаем Евангелие. Иисус говорит, ваш отец дьявол. Классно, да? Такое ободряющее от Иисуса Христа. Кому он обращается? К уверовавшим в Него. У которых уже появилась вера. И вдруг Иисус не лицеприятно говорит, ваш отец дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. То есть, вы не хотите меняться, вы хотите по похотям своим жить, которые внутри вас, которые тайны и вашей похоти. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда он ложь, говорит свое, ибо он отец лжи. ибо он лжец, и отец лжи. Он говорит, что свое. Вот так многие люди, знаете, как против Бога идут. Они свое говорят. Я им говорю, вы знаете, Бог такой, такой. Бог требует вот это, вот это, вот это. А они говорят, знаете, что я думаю? Они говорят, я думаю. Они говорят, свое. Люди говорят, свое. А я думаю, что Бог, он вот такой. Они начинают рассказывать, какой Бог. Я ему говорю, знаешь, интересно, а если я спрошу у того человека, он скажет, какой Бог в его глазах. А того, он скажет, какой Бог еще другой. Я говорю, знаешь, в чем проблема? Ты должен понять, что Бог, он, ну, как есть истина. Ну, истина в том, что, скажем, машина, это машина. Она, она не может быть там, там, книгой, знаете. Это просто машина. Ну, допустим, да, истина в том, что машина, она имеет четыре колеса. То есть, вот истина, значит, а почему-то у вас Боги все разные. И тоже, как эти иудеи, Иисус говорит, вы просто свое говорите. Сами себе надумали, это ложь все. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Когда кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Очень такая пробоведь серьезная. Иисус не думает, уйдет он из церкви. Сейчас вот мне, знаете, как немножко растражает, когда христиане такие мега миротворцы. Они никогда не обличают. Они думают, что обличительные Евангелие, это неправильно. Кто вам сказал? Кто вам сказал? Если человек, ну, грешит, нужно обличать. Знаете, у меня трое детей. Знаете, мне приходится часто быть таким злым папой. Звонить им, говорят, ты неправильно сделал, ты неправильно сделал, ты неправильно сделал. и кажется, ну, что я такой, что, что это правильно вообще. Знаете, когда я уверовал, знаете, Бог, я вам про себя расскажу. Когда я уверовал, Господь начал сильно посещать меня, очень сильно, просто начал посещать меня. И первое, что я обнаружил, что Бог, Бог, Бог жесткий вообще. Со мной все. Бог жесткий, он как бы, в каком плане жесткий? Он святой, и много во мне, ему не нравится. Просто не нравится. Поэтому первое, что я от Бога сначала получал, это обличение. Ты там не то сделал, это не так делается, здесь неправильно ты сделал, вот так не думай. Вот так сделай. Это были сплошные обличения. Вот это характер Божий. Потому что, знаете что? Потому что, что хочет, с чего Бог хочет, чтобы все началось, должно все начаться с обрезания, когда мы обрезываемся, обрезаем свои неправильные вещи. Я детям своему говорю, обрежь это, сыночек, обрежь это. Оно будет просто мешать тебе, обрезай это. Вот это черту характера, здесь так не делай. Дочек говорит, здесь так не делай. Что я делаю? Я обрезаю. Потому что, без обрезания, Бог не сможет тебя использовать, если мы будем не обрезаны сердцем. Вы со мной сегодня? Бог хочет тебя использовать, но если ты не хочешь обрезаться, все, ты останешься один. Сегодня хорошая работа тебе была. Аминь. Кто из вас обличит меня в неправде, если же я говорю и говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаетесь, что вы не от Бога. На это иудеи отвечали и сказали ему, не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе? Смотрите, они начинают говорить, Иисус, да ты вообще из Самарии. Они обманывают. И вообще, что ты бес вообще, наоборот, не во нас, а бес в тебе. То есть Иисус говорит, бес вас, по сути, первый Иисус сказал, мы дети дьявола. Они говорят, они, знаешь, они, говорят, не, нет, они вот начали противиться. Иисус отвечал, во мне беса нет, но я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня. Впрочем, я не ищу Мои славы. Есть ищущий, есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдает Слово Мое, тот не увидит смерти вовек. Смотрите, Иисус говорит, надо соблюдать или исполнять Слово Божие. Не знать, еще раз говорю, не знать Слово Божие, исполнять Слово Божие. Я был на проповеди, молодец, возьми булочку с полочки. Иисус говорит, кто будет иметь жизнь вечно, тот, кто будет исполнять Слово Божие. Не знать, а исполнять. 52 стих. Иудеи сказали ему, теперь узнали мы точно, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь, кто соблюдает Слово Мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер? И пророки умерли. Кем ты себя делаешь? Иисус отвечал, если я сам себя славлю, то слава Мое, ничто. Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду лжеть, подобный вам. Но я знаю Его, и соблюдаю Слово Его. Знаете, еще до истины нужно знать Бога. Авраам, Отец ваш, рад был увидеть день Мой, и увидел, и возрадовался. На это они сказали ему, иудеи, тебе нет еще 50 лет, а ты видел Авраама? Иисус сказал им, истинно, истинно, говорю вам, прежде не нежели был Авраам. Я есть он. Фух, как мощно. Поэтому Авраам умер. И я думаю, что когда Иисус Христос был послан на землю, да? Иисус когда был послан на землю? В то время, когда уже Авраам был мертвым. Но Библия говорит, что Бог Авраама, Исаака и Якова не Бог мертвых, но Бог кого? Живых. Я вижу это, не знаю, что на небесах происходило, честно говоря, но все небеса понимали, что Сын Божий, Иисус Христос, который в славе, Бог говорит, я посылаю Сына на землю, который будет жертвой искупления, вечной жертвой сделается. и просто, не знаю, как это было, это просто сверхъестественно, Иисус в темене, бам! И Авраам видел его, поэтому он им говорит даже странные вещи. Он говорит, подожди, а у тебя даже полтинника нет? Что ты нам говоришь непонятно. Но мне что интересно, что Иисус говорил, неважно, понял ли его или нет. Но Иисус говорил истину. Смотрите, как закончилась евангелизация Иисуса Христа. Тогда взяли каменья, чтобы бросить в него. Но Иисус, тут написано скрылся, но Иисус убежал. Поэтому я говорю, ребята, чувствуешь серьезно, убегай, не стесняйся, Иисус тоже убегал. Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них и пошел дальше. Кто-то скажет, о, это неудачная евангелизация. Иисус сделал свое дело. Нужно проповедовать. Нужно говорить против грехов. И неважно, уверует человек, это их выбор был, не уверовать, а взять камень и его убить. Но есть другие случаи, когда Иисус Христос проповедовал и апостолы проповедовали, люди каялись. Но сегодня я возвращусь к моменту, сегодня я хочу поговорить о свободе. Станьте свободными, братья и сестры. как получить свободу? Есть несколько пунктов. Они очень простые. Я тебе не открою Америку. Но, например, как быть свободным? Вы знаете, местописание Псалом 8, насколько я помню, из уст младенцев и грудных детей. Здесь можно духовно тоже воспринимать это слово Божие. Ты сделал хвалу, чтобы сделать безмолвным, сделать безмолвным врага и мстителя. То есть, когда враг, дьявол, мститель тебе что-то говорит, твой разум, и ты чувствуешь себя плохо, иди славь Бога. И тогда Бог придет, и дьявол уйдет. И вот эти мысли, мысли, которые угнетают тебя, они уйдут из своей жизни. Это делает дьявола безмолвным. Почему? Потому что где Дух Исподин там свободно, Дух Святой начнет сходить на тебя и давать тебе свободу. Во время прославления Бог говорит, открою уста, и я наполню их. Как? Чем наполню? Духом Святым. И ты станешь свободным, аллилуйя. Как еще можно получить свободу? Через Слово Божие. Пребывание в Слове Божьем дает тебе свободу. Много раз я в проблеме, я в проблеме. Знаете, у меня уже привычка. Я в проблеме, если какая-то мысль у меня проблемная, знаете, что делать? Я сразу в Слове Божьем ищу ответ. Потому что я говорю, Дух Святой, покажи мне, покажи мне. И раз, и Дух Святой мне какой-то раз местописание показывает. Это освобождает меня. Это дает мне радость, свободу. Хватит ходить вовжи. Знаете, вы видели слона какой-нибудь? Здоровый индийского слона. Здоровый слоны. Я был в зоопарке и только видел. Он реально здоровый. Вы знаете, я видел по телеку, идет мужик. Такой коренький, маленький. За веревочку ведет слона. веревочка обычная. И он как на экскурсии. Ну-ка, давай там людей что-то делает. На слоне все перевозит. Слон как раб. Здоровый слон, который мог бы этого человека взять вот так брать. А он этот человек как героя со слоном и идиот все. Знаете, что они с детства делают со слонами? Когда маленький слоненок, он берет эту веревочку, привязывает к нему и таскает его. И слон начинает понимать веревочка. Все. И этот человек, когда слон маленький, он может управлять слоненком. Но когда человек, слон вырастает, он продолжает так думать, что вот веревочка, с детства помнит веревочку. если он взял вот этот человечек маленький, веревочку, и тянет меня, надо идти. Почему? Потому что веревочка сильнее меня. Он мог вот эту веревочку спокойно вместе с человеком все. Нет. Этот человек берет просто раз и водит огромного слона. И пользуется ему. То же самое дьявол через вот эту мысль. Я слабый. Я много раз слышал, когда христианин говорят, я борюсь с грехом, этот бес, он сильный. Фу! Что? Я слышал не раз, у меня знакомый есть, который борется с алкоголем, он мне пишет, я бухаю, ты знаешь, какой это демон семи, я ему пишу, что? А как насчет один христианин погонят сотни, а двое тысячи? А как насчет дух, где дух Господин написан, дух Божий сошел, что дух Божий, где там свобода, если на тебе дух Божий, ты можешь и сам быть свободным, и других освобождать. Как насчет этого? Дьявол сильный, когда он обманул тебя, он говорит, что я сильнее тебя. Дьявол этот, как этот Голиаф, он убеждает, 40 дней там проповедь была для народа Израиля. Матюкал, оскорблял, говорит, ты никто, вы тварь, вы будете моими рабами, все от тебя плохо. И вот знаете, весь народ Израиля, это уже книга Царств написана, как выходил этот великан. Но Давид ему божку снес, вы помните эту историю, да? Потому что, послушайте, весь народ Израиля обманывался, но Давид знал на истину, что во имя Господа у этого необрезанного филистимляния сейчас башка слетит. Но никто, кроме Давида, так не думал, даже Саул. Потому что у Давида было истина в его разуме. Когда мы читаем Библию, это есть истина, она освобождает нас. Эти Голиафы, которые дьявол попытался вложить в твою душу, в твой разум, они падут, когда ты будешь пребывать в Слове Божьем, потому что Слово Божие освобождает. Молитва освобождает. Иисус говорит, не могли бы вы час бодрствовать, час, да? Кто-то сказал, можно я быстро буду молиться? Но можно. Но если ты хочешь быть хорошо, свободным и не падать в искушение и не грешить, то ты должен особенно в момент давления по часу молиться. Берешь часы, заводишь, если ты не контролируешь, и молишься час. И я заканчиваю уже. Хочу сказать, что прославление, молитва, пребывание в Слове Божии и еще вот обычная истина, общение с христианами тоже дает свободу. С братьями и сестрами пообщался. Иисус говорит, где двое трое, там и я буду между ними. Кто я? Дух Господень будет. Потому что Иисус на мой воскрес. И Дух Божий, он представляет личность Иисуса Христа здесь. И Дух Божий, я приобрет и когда вы двое соберетесь во имя мое, не во имя отчаянника какого-то там, во имя Арифлейма люди собираются, во имя разных имен, во имя Лиды, во имя, если вы начнете от Словия Божьего говорить, там и я буду между вами. Я буду между вами и дам вам свободу и вы начнете чувствовать эту свободу. Поэтому к свободе призвал нас Господь. Будь свободным, будь как ребенок, не думай, что кто о тебе что думает. Самое главное, что Бог о тебе думает. Стать свободным, свободный человек, радость для человека. В основном сегодня. Давайте встанемся, ноги, помолимся об этом. Аминь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.